Ну что, погнали. Я хочу сделать пустой зрительный зал с оранжево-красными сидениями и темным дальним планом, чтобы возникло ощущение опасности. Сейчас попробуем, что получится. Должно вроде бы получиться. Это акрил, он быстро сохнет, что дает массу возможностей. Темпера и акрил. Красное, все, что красно-оранжево, это темпера. А черное, это вообще грунт. Я надеюсь, тут будет один-единственный зритель. Это такое кино для одного. То ли это одинокий человек, то ли это скучающий диктатор, то ли это режиссер воображаемый. В каком-то смысле я представляю себя, естественно, но вообще, когда работаешь, всегда отождествляешь себя, естественно, с тем, что ты делаешь. Это нормально, абсолютно. Особенно мне это забавляет, когда, ну, у меня много работ как бы в фигуративном жанре, но где нет людей. Я себя отождествляю с какими-то пространствами в основном. Наверное, в этом что-то есть. Какой-то результат моего архитектурного образования. То есть я себя отождествляю с какими-то, то ли дверями, то ли стульями, то ли тенями, тенями. Полу тенями. Это вообще забавно. То, что сказать себя с тенями. У меня даже есть два варианта автопортрета, когда я являюсь... То есть я тень на холсте, от лампы. Я являюсь тенью. В общем, в этом есть что-то. О чем подумать. Я как бы не всегда знаю, что на самом деле меня заинтересовало. Сначала у меня довольно традиционные такие взгляды на работу. Я там... Мне кажется, что мне этот сюжет нравится и еще что-то там. Смыслы какие-то я для себя выдумываю. Но бывает так, что потом я открываю для себя, что мне понравилась там какая-то там... Одна маленькая деталь на данном плане, и она-то была стимулом, собственно говоря, для начала работы. Я тогда ее делаю главным, и все меняется, и оказывается, что... То есть... Что первый импульс был только стартовый. Он только дал возможность начать, а потом оказалось, что... В общем, надо там, да... Все проще, да. Вот, например, эту работу я задумывал, что у меня будет здесь дырка в потолке, как бы разрушение, да. То есть кинозал остался, а здание разрушено. Но когда я начал вот думать об этом, я подумал, что мне и не надо. Собственно, я какие-то рисунки делал для себя. Маленькие такие. Что это не нужно. Достаточно вот этого напряженного цвета стульев, этих кресел. Вот. Собственно, этого сюжета, это пятна красного в черном, оранжевого в черном, вполне достаточно. Я пытаюсь в том, что мы видим, найти инфернальную и глубокое содержание, которое, возможно, не всегда можно описать словами. Например, описать словами можно, да, этот кинозал, который вот просто кинозал с красными грязами. Но изображение, которое получается, оно говорит больше, чем я. И, конечно, я его сначала вижу как бы у себя в воображении. Иначе я бы не стал вообще это делать. Я стараюсь, чтобы как бы вроде как был, в работе было ощущение времени, которое было до того, как я это изобразил, да, и после. То есть, что это ушли люди или зашли люди, или придут люди. И вообще, что это за кинотеатр такой? Я сам не знаю. Мне кажется, что это вот почему-то важно. Очень много впечатлений мы берем из кино, из интернета, там все. Я какие-то сохраняю фотографии, интересные сюжеты, которые я могу не увидеть никогда больше. То я с удовольствием их экспроприирую. Это нормально, это как бы, да, в этом и есть смысл горизонтального мира, когда все могут обмениваться информацией. Перерабатываю, да, само событие, как бы, да, не изображение, а событие. Так, это не то. Само рисование не считается у нас какой-то достижением, да. Но это правильно, конечно. Важно, что ты какой-то месседж несешь. Но для меня инструмент, рисование как инструмент, мне нравится. Что делать? Занимаюсь любимым делом, можно сказать. А я работаю, я как бы делаю обыденность такую, но она что-то в ней заставляет нас задумываться, задавать вопросы. В принципе, я бы и режиссером мог быть, собственно, это тоже самое. Я себя ощущаю немножко режиссером кино. Чуть-чуть. В основном, как бы на ощущении построен. Как бы режиссер фильма, да. Ну вот такая сцена, да. Дальше другая сцена. Я вот думаю, нужно повесить лампы, например. Я думаю не нарисовать лампы, а повесить лампы, думаю. Но я имею в виду, что я их нарисую бесцессуально. Но я мысливаю, как архитектор засущать. Вот лампы осветят, а надо мне, чтобы они осветили. То есть я как бы так гаструирую пространство, как архитектор. Такой у меня подход, как бы, вот личный. Я что-то не говорю, что надо бы позвать электрика. Ну, это немножко странно, да. Ну, в общем, тем не менее. При том, что я вообще люблю все, что было геометрически правильно, тени падали обязательно в правильном направлении. Да, это у меня просто пунктик на эту тему есть. Насчет теней, я как выпускник архитурного института очень хорошо занимался по начертательной геометрии. Да, надо посадить сюда персонажа. Но перед этим придется немного добавить сюда некой атмосферы. Есть всякий фильм, компаньонный американский, где замечательные актеры, в том числе Мэрил Стрип, они приглашены на выступление. Их последнее выступление шоу в кинотеатре, который будут сносить. Я так запомнил очень этот фильм. Прекрасный совершенно. Мне кажется, что я немножко про этот фильм делаю. Ну, не совсем про него, но как-то в том числе и. Здесь какие-то есть вещи, которые я делаю, чтобы это производило какое-то впечатление некой нереальности, то какого-то законченного мира. Собственно, реальность нам не нужна. Нам нужен только симулякор нашего сознания. Не знаю, как это лучше выразить. Я вообще все время использую перспективу. Почему-то они приветствуются, не знаю. Многие считают, что это дурной тон перспектива. Для меня это непонятно, но не важно. Когда работаешь с фигурой, конечно, очень важно знать, кто это такой. Очень важно понимать точно, кто это. Потому что есть аксессуары, форма там, не знаю, и форма, возраст там и так далее. В данном случае я пока не знаю. Поэтому возникает много сложностей. мы же привыкли, что в кино полно народу, а бывает, что я видел зал, где два человека считалось аншлагом. Все-таки яркая одежда, да, не знаю, чтобы он виден был. так лучше в таком наклон головы, да, 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 это лучше. Да, то есть его надо искать, нет, это понятно. Ну, так, задранный подбородок, так это все. Более характерно для кинотеатра. Но он должен вообще возникать потом, да, то есть когда смотришь на работу, потом вдруг ты понимаешь, что тут не пусто, не пусто. Здесь вроде бы, оказывается, кто-то есть. Одного сеанса на это мало. Но, во всяком случае, для меня. Через пару дней я смотрю, что надо сделать, что не не здорово. Потому что я, как бы, себе не верю, конечно. Естественно, как любой сомневающийся, беспрерывный человек. Ну, пока все, наверное, да, надо оставить свежесть, настроение, чтобы не замучиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok